Автомат Калашникова, пневматическая винтовка и костюм химзащиты. Участники военно-патриотической игры вышли на финальный этап подготовки. В Центре гражданской защиты они отрабатывают самые сложные упражнения. О том, как проходят тренировки, расскажет Мария Суворова. Сначала, в первую очередь, на диван чулки. Не перепутайте, с левой, с правой. Противогаз, защитные чулки, перчатки, специальный плащ и обязательно хлопок в ладоши в знак окончания выполнения упражнения. На тренировках в Центре гражданской защиты команда отрабатывает задания. В ходе военно-патриотической игры им предстоит выполнить более 10 видов упражнений. Сборка автомата Калашникова, стрельба из пневматической винтовки, метание меча. 21 июня на берегу реки Вологды развернется масштабное действие. 30 команд преодолеют полосу препятствий длиной в несколько сотен метров. Финальным и самым зрелищным этапом станет форсирование реки. На расстоянии 50 метров или 70 метров буйо красное. Вот представители команды должны на лодке дойти до этого буйка, обойти его справа или слева и вернуться опять к этому же месту. Первая команда ушла и через 15 минут вторая. Один будет сразу убежать от первой команды, а вторая команда будет сразу догнать первую команду. Старт игре будет дан 20 июня на площади революции. В этот день в память о начале Великой Отечественной войны здесь развернется выставка военной техники и предметов военного быта. А участники игры пройдут торжественным строем. За всем действием в Алакжане смогут понаблюдать прямо на месте. Мы приложили все силы для того, чтобы да, он был и значимый, и это было все-таки событие в жизни города. И в первую очередь он нес смысловую составляющую все-таки патриотического воспитания нашей молодежи. Игра будет максимально приближена к условиям военной жизни. Идею провести такие соревнования в Вологде предложил глава города Евгений Шулепов. Инициативу поддержали вологодские предприятия, вузы и организации, команды из числа которых и вступят в бой. Ведь сильнейших по итогам первых двух дней отправятся в лагерь «Изумруд», где состоится финал битвы. Могу сразу сказать, что условия будут чисто полевые, будут проживать они в повадочном городке, кушать они тоже будут в повадках. То есть удобство будет по минимуму. Но условия будут тяжелые, потому что в лесу, опять же, пересеченная местность, без техники, без электричества. Будет, я думаю, что интересно. Финальное сражение начнется по сигналу боевой тревоги. Команды будут выполнять задания, следуя по маршрутным листам. И как на войне, только самые сильные и смелые смогут одержать победу. Мария Суворова, Михаил Прищев, Волгдопортал.